Экстрабау! 19 марта этого года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия, пробыв на посту главы государства 30 лет. Вы на канале Дай5, с вами Лейкей и сегодня расскажу 10 самых неожиданных фактов о бывшем лидере Казахстана. По факту? Как я уже и сказал, Нурсултан Назарбаев был лидером Казахстана целых 30 лет. Это делает Назарбаева рекордсменом по нахождению во власти среди постсоветских стран. Он также является самым пожилым президентом среди стран бывшего союза. В этом году Нурсултану исполнится 79 лет. Старше него был только президент Узбекистана Ислам Каримов, занимавший этот пост до своей смерти в 2016 году. 20 марта пост президента Казахстана принял Касым Жамар Такаев. Сразу после принятия президентской присяги Такаев первым делом предложил переименовать Астанун, действующую столицу Казахстана, в Нурсултан, в честь первого президента республики. Сам город за последние 60 лет менял свое название 4 раза, а столица Казахстана стал только в 1997 году. Также имя Нурсултана Назарбаева носят улицы в Иордании, Турции, Чечне и Казани. Помимо политической деятельности Нурсултан Назарбаев также написал больше 30 литературных трудов и научных статей. Самыми значимыми являются «Эра независимости», «В сердце Евразии» и «Казахстанский путь». Оригиналы всех книг хранятся в библиотечном фонде Музея Перо президента республики Казахстан. Нурсултан Назарбаев является одним из богатейших правителей мира. С состоянием в более чем 1 миллиард долларов Назарбаев занимает 10 место в рейтинге самых состоятельных и могущественных правителей на планете. В его семье есть еще два долларовых миллиардера, вторая дочь и второй зять Нурсултана, а также несколько миллионеров, первая дочь, внук и брат бывшего президента. Общее состояние клана Назарбаевых оценивается в 7 миллиардов долларов. 6 июля – день рождения Нурсултана Назарбаева совпадает с государственным праздником Днем столицы, а 7 мая – день рождения первой дочери Дориги Назарбаевой, совпадает с другим национальным праздником Днем Защитника Отечества. Обе даты являются выходными днями для всей страны. Будущий глава государства в детстве мечтал стать покорителем неба, а в школьные годы его мечты изменились, и он планировал посвятить себя химии. Сразу после окончания средней школы, желая как можно скорее встать на ноги и помочь родителям, Нурсултан Абишевич решил стать металлургом и отправился в город Тимиртау, где устроился рабочим в Казметаллургстрой. Уже позже, оставаясь в качестве рабочего металлурга, Нурсултан получил высшее образование в Карагандинском государственном индустриальном университете. В данный момент бывший президент Казахстана имеет ученую степень доктора экономических наук. Назарбаев ведет здоровый образ жизни, увлекается теннисом, борьбой, гольфом и катанием на лыжах. Как признался сам глава государства, впервые он встал на горные лыжи в возрасте 55 лет. Президент хорошо играет на национальном музыкальном инструменте дамбре. В 2018 году, согласно подписанному им указу, в Казахстане учрежден новый праздник – День Дамбры. Шесть лет назад газета Нью-Йорк Таймс добавила Нурсултана Назарбаева в список худших диктаторов Азии 2013 года. Но уже на следующий год Назарбаев получил приз в размере 100 евро в номинации «Лучший диктатор года» по версии французского геополитического центра по изучению преступности. В 2010 году за Назарбаевым был официально установлен статус «Елбасы» или «Лидер нации». Согласно закону, обладатель этого статуса полностью освобождается от уголовной и административной ответственности, что делало бывшего президента неприкосновенным. В течение 20 лет жизни Нурсултан Назарбаев находился в русскоязычной среде – сначала в Украине, а затем на севере Казахстана, в Караганде. Из-за этого Нурсултан полностью забыл родной язык. Приехав в Алмату в 1970 году, политик стал снова осваивать казахский язык и в настоящее время владеет им на среднем уровне. И вы смотрели 10 фактов о Нурсултане Назарбаеве. Понравилось видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай нажать на колокольчик, а также предлагаю посмотреть тебе, как Анатолий Вассерман и порно-актриса проходят психологические тесты и 10 работ мечты, за которые ты будешь получать большую зарплату.